Доброе утро, мои хорошие! День начался с готовки. У меня кусочек печенки там замороженный. Я ее разморозила, порезала маленькими кусочками. Вчера с грядки лук повыдрала вместе с головками. Я же его покупала на перу. Там перьев уже практически нету, потому что они уже превратились в стрелки пошли. А вот эти лучины, которые со стрелками, я их уже не люблю. Но я обчистила... Что это такое тут? Что это тут такое? Слизень. Представляете? Слизень в капусте. Ё-моё! В середине! А сколько я уже капустки... Как это называется? Улитка такая, а? А сколько я уже капусточки этой резала. В общем, порезала я этот лучок беленький. Не зелененький, а беленький. Зелененький я порезала и в морозилку. В мешок и в морозилку. В пакет. О! А она поползла. Она живая. Сидела и жрала. Эта улитка сидела и жрала мою капусту. Нужно теперь проверять. О том, и как она туда попала. В прошлый раз я нарезала и обрывала эти самые... Обрывала листики. Я не было её... Не было. Вот. Ну и почистила молодой картошкой и сварю. У меня, правда, там ещё два голубца есть. Таких ленивых, которые я делала. Ну, это ж совсем ерунда. Скоро должна Людуся прийти. Позвонила мне, говорит. К тебе никто не придёт. Я говорю, нет, никто ко мне не придёт. Вот. Во всяком случае, никто не обещался. Тогда, говорит, я пойду на рынок, я к тебе зайду. Я говорю, пошёл. Я всегда рада. Я всегда рада, когда ко мне приходят Людуся. Вот. Так. Улитка, я тебя ещё поймаю. Такие вот слизни, они залазят. Шмяка тут у меня сегодня целое утро топчется. Уже поел давно? Нет же, ходит, ходит. Чувствует, что я печёнку жарю. Ну, а кусок капусты вот у меня остался. Думаю, с чей я не хочу. Надо её просто пожарить, правда? Просто пожарить, потушить. Правда, нет морковки. Я на морковку сегодня посмотрела на рынке. Картошки купила. Вот. А про морковку забыла. Посмотрела на цены. Так. Ну что, иди, ешь вот этот вот огрызок. Это ж я её вброшу сейчас в мусорное ведро. Вместе с этой самой, вместе с этой тварью, а. Так, сейчас помешаем, помешаем немножко печёнку. Я поставила на маленький-маленький огонь. Потому что, когда делаю 10 дел сразу, то обязательно может что-то сгореть. Сейчас я вам покажу её поближе. Да? Показайте. Вон она, видите, ползает эта маленькая улитка. Интересно. А вчера я лук собирала, когда, и там у меня было море этих улиток. Вот не могу, не позволяет мне совесть её вот так взять и расплющить. На улицу выбросить её, что ли. А кочерыжку уже в мусорку. Вот. Так что вот так я сегодня занимаюсь. Показалось, что там ещё. Что ещё там эта самая ползает улитка. Не лезь никуда. Не лезь. Я тебя есть не хочу. На улице жарко, жарко. Сейчас Людуся придёт, скажет, пойдём в беседку. Ну, конечно, человек в квартире живёт. Ей хочется на свежий воздух. Но я сегодня не работаю. Сегодня ничего в огороде не делаю. С утра пошла на рынок, поэтому я сегодня... Уже стало жарко, уже середина дня. И будет очень жарко. Если только может купальник одеть. Нет, я не выдержу, наверное. Вот и жарко. И одно дело сидеть под солнышком, а другое дело работать. Травку рвать. Поэтому я думаю, что я сегодня буду отдыхать. У Лены моей сегодня тоже выходной на работе. Она сказала, что она ко мне приедет. Но смотрю, даже не заглядывала. Я ей написала, она даже не заглядывала в эту самую. Так надо сделать побольше огонёк, раз я теперь уже возле газа тут стою. Так что ждём Люду. Ждём Люду, а потом, наверное, пойдём чай или кофе петь уже в беседку. Вот и Люда пришла. Говорит, фу, как жарко. Люда, у меня расстройство. Вообще. Я потеряла серьгу золотую. Ё-моё. Я всё время теперь тоже боюсь. И не знаю, когда. И не знаю, когда. Вот. И вот начала смотреть сейчас фотографии, которые я делала. Вчера она была. Вот посмотрела, что вчера я снимала видео, она была. Что у тебя в постели? А сегодня уже её, это самое, я вот собиралась на это, на рынок. Сарафан одевала, платье снимала. И я уже увидела, когда я снимала, пришла видео, уже её не было. Ну, так когда ты одевалась, ты не шла никуда. Значит, она дома. Так до того, как у меня ж не было фотографии, поэтому я не могу посмотреть. А, я думала, ты обнаружила, когда ты одевалась? Нет. А, как ты надевалась? Я не знаю, когда я её потеряла. Потому что вчера днём я снимала, вот я одела, загорала, там всё ещё фотки сделала. У меня была она, серьга эта. А когда это самое, а сегодня уже, либо я зацепила сарафаном. Что это такое? Я, собственно, приготовление сыр. Вчера делала. Ну, ты даёшь. Ну, давай, ты сам и давай тарелочку, потом попробуем. Ну, залезь туда, в это самое, вот туда. Залезь, там такая есть моя. Да. Залезь, там красненькая есть. У меня лежал кварок, и я его уже что-то думаю, ну, он уже как бы не первой свежести, ну, то есть он не испорченный, ничего, ну, мне его уже почему-то не хотелось. Ну, и вот я сделала сыр собственного изготовления. Ну, пока это самое, пока я его несла. Малки, рукодельница ты. Слушай, что это тебе за платье новое какое-то? Ой, я тебя умоляю. Я тебя умоляю. Новое платье? Я тебя никогда его не видела. Никогда. И в общем, я триста. А вот бывает так, вот триста лет не носишь, а на триста первое одеваешь, и оказывается оно новым. Да. И оказывается новым. У меня ж нет привычки такой, как у тебя выбрасывать. А я, когда мне ужин надоедает, я тогда была в деревню все время, Вася отдавала. А я в шкаф закину и все лежит. Нет, у меня тоже там кое-что есть такое. Но дело в том, что тут костюм, который, знаешь, такой вот розовый, бледно-розовый у меня был. Это самое, двойное платье, наверх такая, как пелерина. Ну, такая вот. И я каждый год все собиралась выкинуть. Собиралась-собиралась, а потом все жалко. А в этом году все-таки я его выбросила. Ну, чуть-чуть позаскиваю. Мужечка позаскиваю. Мужечка позаскиваю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это ж я когда ещё... Скажут, модно. Включи ты свет. Включи ты свет. А то как-то прямо темновато. Нет, вторую дневную. Вот. Но потом оттуда смотреть тоже будет мутно. А тут тебя не видно. А что это за безобразие какое-то? Безобразие. Это мне не обязательно. Я как-то выборю, растолстела. У меня всё вот это вот я не могла к своим бровям никак привыкнуть. Ну, они же, наверное, немножко смоются, брови твои. Ну, они ещё это самое, да, потому что они ещё только-только набитые. Нет, я бы не решилась, потому что я таких боюсь бровей. Я уже сколько лет, и что это? Я делаю её, и хожу с ними, наверное, года два-два с половиной. Я их когда даже в парикмахерской красила, и то просила, чтобы мне очень тёмные делали. Да, я бы тебе выкла. У меня не всегда они свои тёмные. У меня свои тоже тёмные, потому что я не блондинка в жизни. Просто я ярко крашусь, поэтому как бы если я не накрашенная, тогда да. Так, рюмки я помыла, но не вытерла. Не надо. Не вытерла. А как она открывается? Слушай, это ж бальзаму шесть лет. Это шесть лет. Вытяжка, Галя, только чуть-чуть. Хочу. Ой. Добро не разливать. Ну, льётся по столу. Вытрю. Я никогда такое не пила. Ну, его вот в чай, в кофе просто добавлять очень, очень классно. Ну, вот Света мне всё время говорила, ложечку в кофе. Я говорю, нет, я предпочитаю мухи отдельно, котлеты отдельно. Да. Ну, да. Приятно, как пахнет. Ну, по-моему, что ты. Приятно, как пахнет. Это же, ну, всё, дорогая. Ну, давай. За здоровьем и со встречи. За здоровьем, да. Дай вам здоровья. Всем. Всем. И муха летает. И муха залетела. Всем здоровья. И нам тоже, главное. Ой. Ой, какая прелесть. Ну, крепкий. Ну, он же всегда крепкий. Я же говорю, поэтому в чашку ложечку, как она и говорит. Ну, я же никогда не пила. Ну, раз уже было, попала тогда в Ригу, думаю, ну, все берут, надо и мне такое. Я же тогда взяла эту и с чёрной смородиновой маленькую. Очень вкусный тоже был маленький тогда. Ну, он был вкусненький. А этот всё так вот стоял. Ну, этот классический. Думаю, я не хочу выпить, поэтому зачем мне надо его открывать? В нём стекляшка или нет? В нём это самое. Это глина. Глиняная. Она раньше была просто светлее немножко бутылка. Он был таким, а тем самым. Это глина. Так, я повернусь сюда, а потом на тебя, чтобы было немножко. А то носы только торчат, там больше ничего. Вот так вот, девочки, пьём. За здоровье. Пьём за здоровье. Тех, у кого оно ещё осталось. Но я в расстроенных чувствах. Я теперь пока вот так вот буду всё время ходить и искать, смотреть, смотреть на пол. Это маленькие ложечки. А вон она торчит, лапка, видишь? Лапка торчит. А мне не надо. А я люблю черпать с мороженым. Ничего, но больше не хочется. Люда сыр принесла. Вот она его уже подхолодила. Сейчас мы его будем пробовать. Что это за сыр она тут натворила? Ну, а как ты его делала? Рассказывай. Ну что, действительно, сыр получился. Есть можно? Есть можно. Ну, просто мне хотелось бы, чтобы он был более такой... Твёрдый? Более твёрдый, да. А он получился как плавленый. Но это первый раз. Поэтому... Его хорошо на булочку намазать. Ну да, но это за... Я думала, что он будет твёрдым. Её просто надо было больше варить. Его нужно было больше уварить. А что ты варила? Творог варила? Короче, я же тебе говорю. Вот лежал творог. Головка, наверное, сколько там? 300 грамм. Она или 350 бывает. Что-то мне хотелось клубникой. Когда клубнику взяла. А потом одно, другое, третье. Ну, он остался в холодильнике. Пока приехали, я думаю... Я очень боюсь несвежих молочных продуктов. Потому что в своё время я отравилась очень яженькой. Ну да. Поэтому думаю... Где-то я видела, где-то я слышала. И вспомнила, что бабушка... У нас же была своя корова. Она варила сыр. Я туманно, но помню. Нороженого в кофе. Короче, на вот этих вот... 350 грамм. Маму же наест кофе. 350 грамм творога. Я взяла пол-ветра молока. Кастрюльку. Творог размяла. Засыпала в тёплое молоко. И помешивала, помешивала, помешивала. Доводя до кипения. Начала отделяться сыворотка. Но не изгипятила. Когда сыворотка начала отделяться... Ну, это может 5-10 минут. 5-7 даже где-то минут. Сыворотка начала отделяться. Я его на мажечку. И чтобы стекло сыворотка... И подвешила. Ну, положила в эту сыворотку. Душла. Ты знаешь, что мне понравилось? Ешь. Мне понравилось. Дело в том, что можно с укропом его делать. Я вообще сыры очень люблю. Любые. Любые. Ну, и вот это самое. Я его проварила. Положила, значит, стечь. Сыворотка стекла. Потом я размешала одно яйцо. Добавила туда... Растопила грамм, наверное, 50 или 30 масла. Ну, грамм 30, наверное. С яйцом это смешала. Посолила. Посолила. Влила эту смесь в творог. Творог выложила в кастрюльку. И вот так вот на огне я его мешала, 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 мешала. Он потом начал это самое... Он растерся весь. И начал это самое сворачиваться. Вот когда он начал сворачиваться, я его взяла, выложила. Но надо было еще... Я только творог поделала. Чуть-чуть больше. С кефира это вот я делала творог. Чуть-чуть больше проварить. Это можно из кефира делать сразу. А вот с этого самого творога я никогда так не делала. Вкусно. Вкусно. Он похож на тот, который я последнее время брала сыр. А как он назывался? Моцарелла. Моцарелла. Ну, он похож на моцареллу. Немножечко, вот чуть-чуть твердости, и он был бы точно такой же. Может, моцарелла, оно так и делается. Я не в курсе, собственно говоря. Как я люблю утром кофе с чем-нибудь? Или с сыром? У меня сыр постоянно. Ну, у меня тоже самое. Сыр или кусочек колбаски, бутербродик вот такой вот, и потом все, я пошла до обеда. А я ничего не кушала. До какого часа ты гуляешь? Слушай, выпила, и это самое кофе, и нос потек. Я точно не знаю, но не уточняла я еще. По-моему, до 17-го, если я не ошибаюсь. Как я посчитала? У тебя месяц? Вот, но у меня получается месяц. А так вообще 26 дней. Отобрали два дня. А чего так? У нас нет вредности. Нормально? Мы работаем на новых автобусах, которые списали где-то и нам привезли. Ладно, я не буду больше это самое спрятаться. И дадут до пенсии доработать. Сколько до пенсии еще? Выйду на работу и 8 месяцев. И потом пойдешь на пенсию. Будешь сидеть дома. Не знаю. Посмотрим. Что мы будем делать? Ну, приятно же поработать, когда будет и пенсия, и зарплата. Это же приятно поработать потом. Ты что? На моей работе? Ну, как бы то ни было, дополнительную денежку получить, смотришь вот так вот. И на холодильник хватит, там еще на что-нибудь хватит. Может, до конца контракта. У меня же сейчас контракт продлили. А кондукторов-то собираются убирать? Да, слышала, что будут это самое продавать билеты водители. Как они будут их продавать? И я тоже не понимаю это самое. Это мы с Никаноровым вчера разговаривали. Вот это он мне рассказывал. Он говорит, а как продают маршрутники? Я говорю, так сколько там человек заходит в маршрутку и сколько бывает в автобусе людей? Ну, на определенных маршрутах, на коротких, они уже пробуют, но я не знаю. Я не знаю. Это же так безопасно. Не безопасно. На водителю нужно и билеты продавать, и по времени успевать, и за дорогой следить. Ну, не знаю. Я тоже не понимаю. Мне уже все равно. Ну, до конца контракта мне на год продлились. Другое дело, если опять повешивают эти самые пробивалки, они висят. Да? Прямо не обращала внимания. Почти у всех автобусов. Увеличат контролеру. Ой, все. Кофе напилась, бальзамы напилась. Я уже все равно по-любому доработала. Теперь уже мороженое можно съесть. с кофе. С кофе. У меня было в кофе. Я в кофе положила. Ммм, растаяло. Ты мне позвонила? Говоришь, никто не придет. Я говорю, никто не придет. Я сама не знаю. Придет кто-нибудь или не придет. Лена говорила, я отработаю. В воскресенье я к тебе приеду. Приезжай. Но даже не почитала мое видео. Не видео в Вайбере не почитала. Я ей написала, что я иду на базар. Она даже не прочла. И Славка вчера тоже вечером пишет. Хочу тебя видеть близко. Я говорю, заходи. А не то, что по этому самому. Он через компьютер, а я через телефон. Я говорю, заходи. Зашла бы она на базар. Думаю, я бы не пошла. Но я наварила большую кастрюлю холодника. Вернее, как-то ботвенья, наверное, а не холодник. То есть, с этими самыми. Ой. И свеколка, и от листочков эти. Вот я люблю такое. Но у меня там остался один огурец. Ну, не, надо идти. Ну, уже думаю, дойду заодно. Подруга скажет, совсем забросила. Угу. Раньше нет, нет, да, забежит. А теперь вообще, вообще не вижу тебя. Угу. Так все. Иногда лень. Иногда. Саня уже две недели не видела, не слышала. Иногда некогда. Я сейчас это покажу. Ой. Изверга, которого я поймала. Ну, давай. Это что-то. Так, света. У тебя большой, а я сегодня маленького начала резать капусту. У меня кусок капусты лежал еще, откачна. Начала резать, и там вот такая тварь. Вот, девчонки, смотрите. Я маленькую вам сегодня показывала, а тут вот такая тварь большая. Это огромная. Слизня. А где-то ее? В сажерке. И никто не знает, кто это. Слизень это? Да ты что шутишь? А что это? Как вот такой вот, может быть, слизень в этом самом плавает и клюет, как рыба? У меня по дому такой плавал, ползал. это не слизень. Улитка. Это улитка. Да какая-то улитка. Не, ну ты шутишь, что ли? Ну, шутит она, да? Он больше похож на эту самую. Либо... Они вот такие вот толстые бывают, и потом от нее еще она ползет, и ползет след блестящий. У него хвост вон какой. Как у рыбы. Ну, ты шли же не там. Нет. Это и левьюн, и пищит еще. Ого, я левьюн. Да? А что я все не делала? Ну, ничего, я бежала с улочкой, чтобы сняли. Ну, не. Я не это самое, а нет. Сейчас тебе покажу. Вот моя, вот моя голубичка. А сейчас покажу эту самую. Там даже ягодки есть уже в одной. Вот этот снимала. О, это что за ягодки. Угу. Костик. А у меня малина разрослась. И малина тоже разрослась. Перед ней это самое, между нее этот, смыть это. Я рвала, рвала, не хочу я не... Какой-то новый, какой-то порошок появился. А я видела такой. Рубль восемьдесят четыре. Четыреста грамм. Ну, не знаю, попробую. У меня пока еще есть в Берликовске, поэтому я как-то пока не бедую про порошок. Но за рубль восемьдесят прямо надо и брать. Потому что за двадцать два рубля я уже, конечно, покупать не буду. У меня хорошо так от Машенька. Я не Машенька. Все равно хорошо. Все равно хорошо. На, чистенькое. Чистенькое. Мороженое-то какое-то быстро-быстро тает. Моментально. Раньше мороженое было сто грамм. Да, потом восемьдесят, а теперь уже вообще семьдесят. Да, а теперь семьдесят. Поэтому я думаю, почему ты мне одного мороженого всегда маловато. Тут все в Три Лося все время мороженое по акциям по девяносто девять копеек. Но сегодня нет. Сегодня вообще ничего там нет. Я тоже зашла, посмотрела, а там лед только. Рубль тридцать девять лед. Ну, за рубль тридцать девять лед я не хочу. Сама сделаю. Ну, сама сделаю. Малина уже тоже цветет. И вот это вот, то, что мне Славка принес эти, как они, черная малина, ежевика. Ежевика тоже посмотрела, я зацвела. Вот, надо все поливать. Ношу этой леечкой, поливаю. А этот самый, это окно, которое в ванной, мы всегда открывали, я его не открою. А если открою, я его не закрою. Не знаю, надо пробовать, наверное, через кухню. Спасибо. Но тоже надо снимать вот этот вот, то, что накручено, откручу ли я это. Потому что леечкой носиться, поливать очень тяжко. Лена, если придет, так нагрузи. Очень они хотят, да? Угу. Не, Ленка, молодец, тут у меня пропахала, вот дорожку эту всю пропахала, и там, возле этого самого, то, за что я заплатила соседу, когда он мне один раз скосил. А она руками это сделала. А я там на больших кусках этих, и вчера тоже потихоньку ползаю, ползаю там. Ой. Ну, пока было прохладно, то было как бы-то хорошо. А теперь, когда жарко, то тяжеловато. Я не помню, я смотрела, ну, это неделя, а потом там, по-моему, опять такое все. Надо мной уже смеются. Ты, говорит, как этот самый. Вот уже знаешь, когда отпускается. Я говорю, я в жару не могу. Нет, когда тепло, это хорошо. Это очень хорошо. Надо лето, чтобы погреться. Опять начал ныть, зараза. Кто? Кто? Корень вырвала. А-а-а. И вот он никак не уманится, никак еще не зарастет. Вот, теперь все время буду, все время буду за ухо трогать себя, что нету. Где теперь искать туалетную воду, чтобы ее можно было понюхать? В этом самом острове чистоты. Ну, вот в острове чистоты я сейчас глянула. Но она же тоже, вот эта, вот, которая девиза эта. 40 с чем-то рублей. А-да, она под 50 рублей, да. И чтоб в восторге там эта самая, ну, была там одна. Мне 17-я очень понравилась, мадмуазель. Вот она у меня есть, могу дать понюхать. я не помню. Я о ней мечтала, мечтала, мне Ариша на дне рождения ее подарила. Не на речи, не 20 с какой-то, я не помню, мне подарили были, я пользовалась, но нормально. Мне нравилась тоже, по-моему, может быть, это самое, может быть, и 17-й. 17-й, это мадмуазель. Мне соседка, когда она была в Германии у сына, она привезла пробнички, вот я выбрала. Вот я как-то, вот, Каори. Ну, вот Света тоже говорила, что Каори ей очень нравится. Она же тоже ту самую, туда и очень любит. Вот я, что-то я где-то или нюхала, или что. Ну, что-то. Ты говорила, инкогнито тебе нравится. Инкогнито я видела там, инкогнито. Ну, что-то, тогда на тот момент она мне нравилась, а сейчас. А сейчас уже не нравится? Как-то, как-то уже нет, не то. У меня же были пробники эти все, я же когда, только начала это заказывать, я же пробники все купила. Кому-то дала. Я знаю, кому дала. Эти пробники. И мне не вернули. А я забыла про них. Я их отдала и забыла. А потом я спросила, она говорит, нет, вы мне не давали. Я говорю, так я давала твоей подружке. Ты передавала перед 8 марта. Нет. по второму кругу я уже не стала, конечно, не стала их заказывать. муха, так, муха, лети к окошку. Я там забрызгала этим дихлофосом, чтобы ты там сдохла. залетит. Так вот, не открыть дверь. Откроешь дверь, так она тут, как тут. женщин, там женщин. Дай пустить ниже немножко. Помнила. Тридцать. Это очень высоко. Тридцать вижу для мужчин, а для женщин. Сколько миллилитров здесь идет? Ищи. Смотри. Не знаю. Сколько там уже? 25 минут. Самое. Тридцать. С маслами, может быть, они будут. Ну, это да. Это да. Ну, читай. Ты читай, из чего состоит. Пудровый. Нет, древесно-цветочный. Так, но мне надо, чтобы был цветочный какой-то аромат присутствовал. Цветочно-фруктовый. Вот цветочно-фруктовый. Мускусно-ванильный. Это будет сладенько. Это на лето будет очень сладко. О, нет. Древесно-цветочный. Ориентальный. Что это такое за слово? Ориентальный. Не знаю. Не знаю, не знаю. А я тут решила в конце этого каталога дезик инкогнито. Посмотрела, думаю, ты сам, может, дезик заказать на лето. А то я сейчас этот самый закончила, этот фаберлик я, нет, не фаберлик, а фридерик эм еще было заказывала. Водичку она у меня закончилась. Потом вот солнечный свет у меня там тоже от Фридерика им осталось. Ну, маленькое черное платье сейчас никак, потому что это жарковато для него. Тоже думаю, что-нибудь такое надо было бы легкое. Но теперь я ничего не хочу. Я расстроена из-за сережки. Я из-за сережки расстроена. Это ж надо. вещь, которую носишь всю жизнь, пожалуйста, и пожалуйста, и нет. Шампунь вот этот, который я заказала. А вот, один. Хороший? Вот столько. Его надо. Все. Намыливается, размыливается вообще прелесть. Я же сказала, что такое вот светлое. Светлое это все. восстановление, а это увлечивающее обоим. Экспирт. Прекрасный шампунь. Шмяка мой в доме совсем не хочет быть. Ну, как вершина. Мне даже вечером говорю, Шмяка, ну, ночой дома, прохладней же. Неа. Не за что. Быстренько пошел, поел, и мяу, мяу, все, ему надо на улицу моментально. А на улице буду сидеть в беседке, он придет и уляжется ко мне. И вот все время вот так вот лапой. Я же вся, посмотри, я вся в этих самых. И руки, и ноги, я вся в царапинах. Он не то, что царапается, он просто меня вот массирует. да, просто так вот это самое. И стал поводился яблоню эту самую ногти тащить. Но я говорю, Шмяк, ты мне испортишь яблоньку? Погибнет мне тут. Ну, пень надо какой-то его поставить. Так есть он, то пойдет на лестницу, об лестницу поточит и об яблоню, видно, удобней, она помягче. Наверное, да. Сараза. Муха, муха никак не сдохнет. Одна вон сдохла, а вторая вот летает все еще. Вот так вот, девочки, вот так вот мы проводим сегодня время. Я думаю, мы посплетничаем немножечко без вас, поэтому я отключаюсь. На Люду посмотрели? Соскучились? Вот, вот еще немножечко. помахаем ручкой. Я всем очень рада. Скажи, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мы будем вас развлекать. Иногда будем вас развлекать.